лет назад, и там, значит, пресное озеро образовалось. Вчера на моих глазах собака оттуда, зашла туда по брюхой и пила, стояла воду, прямо аж хлебала, хлебала, не могла нахлебаться. Вот, вот мы вчера туда ездили, ой, у меня сейчас прям, я думала, я сегодня буду отсыпаться, потому что я за рулем провела много часов, а 5 часов поспала, проснулась и чувствую, у меня фонтан энергии идет. Хорошо так вот зарядилась. И Олег тоже, недавно, был в Каппадокии, тоже зарядился. Так, запись будет обязательно, обязательно. Да, так что я вам передаю энергию мощную, 5-миллионной давности. Так, что я хочу сказать, значит, сегодня, а, вот я думала, что до Нового года уже мы с Олегом не будем проводить тренинг, потому что я понимаю, перед Новым годом и четраты есть там различные, подготовка к Новому году, и, знаете, начинаются празднования, вечера, кстати, не с 15 декабря начинаются, вот, а потом Эльдер говорит, нет, я хочу сделать подарок своим слушателям, своим подписчикам, вот, и вот сегодня как раз он расскажет о своем подарке. Спасибо. Сейчас я коротко расскажу для тех, кто не знает, кто такой Олег, и предоставлю слово Олег, главное. Я еще после него поступаю. Значит, Суздаль Олег Владимирович, духовное имя Олег Даргор, тренер по личностному росту, парапсихолог, худестник северно-шаманской традиции, мастер кундалини рейки, также мастер по литоптерапии и литомагии, мы уже, многие из нас проходили у него тренинг на эту тему, нейтрализация внешних враждебных энергетических и магических воздействий тоже был тренинг, проходили. Магическая и энергетическая защита на высоком уровне тоже уже проходили. Руническая магия, это не проходили. Ну и самое, как бы сказать, то, на чем стоит его основа, это славянская ведическая культура. Вот, и о себе говорит Олег так. Моя цель – помогать развиваться другим и раскрывать личностный потенциал. Я хочу, чтобы как можно больше людей стали счастливыми, поэтому помогаю достигать гармонии, счастья, успеха и осознанности, выйти из сложной ситуации, из проблемных зон, трансформировать болезненное и негативное состояние в позитив, совершенствовать духовно и физически, я уверен, что мы на правильном пути. Для тех, кто не знает, Олег живет в Уфе, это Южный Урал, водит туда, водит группы на Аркаим и Зюраткиль. Более 10 лет он занимается тренерской работой, духовной. Ведет консультации. Очень, очень, то есть его вся жизнь посвящена тому, чтобы помогать людям выйти на правильный путь, раскрыть их потенциал. И вот этому всему помогает людям, что-то я наговорила. Вот, ладно. Значит, сегодня у нас тема будет «Волшебство и исполнение желаний». Олег расскажет про основные принципы создания материализации. «Как творили и создавали наши предки-волшебники». Успешный человек всегда творит в потоке жизни. «Секреты равновесия» – баланс. «Почему важно полюбить себя?» И подарок будет в конце лидической медитации «Достояние Бога». Сегодня вы получите на этом вебинаре знания о сотворении и реализации желаний. Поток мощной энергии для баланса. Я думаю, что вы уже его начали ощущать. Олег, в комнате вместе с нами сейчас. «Секреты исполнения желаний». «Практика единения со Вселенной». И хочу добавить что-то специальное перед новогодний вебинар от Олега Дора. Для того, чтобы каждый, кто желает, обрел могущество исполнения собственных желаний. Чтобы каждый к Новому году стал волшебником. И уже творит сам свою собственную жизнь. И помогал другим людям обязательно. Ну что ж, я готова предоставить микрофон Олегу. Олег, если готов выступать, поставь, пожалуйста, плюсик. Что не сказала, я расскажу потом после выступления. Что хочу сказать, что, конечно, Олег будет представлять свой новый тренинг. И условия получения этого тренинга будут действовать только сегодня, еще оставшиеся два дня. Сразу предупреждаю. Ну все. Олег, предоставляю тебе микрофон. Друзья, встречаем Олега бурными аплодисментами. Друзья, всем доброе время. Всех приветствую. Поставим, пожалуйста, цифры по традиции от одной до десяти. Как связь? Есть ли прием? При нем. Если все слышно хорошо, как обычно, десяточки. Я рад тебя видеть, чувствовать. Галина, благодарю тебя за представление. Очередно раз хорошее. Вот. Ну, сегодня действительно будем учиться быть волшебниками. Начнем подходить к этому. Потому что, может быть, те, кто ходит не на один мой тренинг, а постоянно ходит уже, скажем так, с весны, с лета. Наверное, обратили внимание, что сначала я подготавливаю. Казалось бы, вот, вначале пойдут какие-то там серьезные крутые тренинги, а потом там непонятно что-то. Ну, бывает, что человек там зазнался, зажрался, и потом начинает делать ерунду. Его тренинги становятся уже менее интересные, там, более коммерческие или что-то еще. У меня же, наоборот, немного по-другому. Я сразу делаю хорошо, потом стараюсь делать еще лучше. Потому что очень важно подготовить именно каждого участника будущего тренинга, чтобы вы смогли взять по максимуму. Помните, вот, как предыдущий тренинг, к биоэнергетическому пределу меряльности. Я давал довольно-таки серьезные и крутые практики перед тренингом на вебинарах, и люди неподготовленные вообще были в шоке, как энергии крутятся. Но, как многие мне пишут до сих пор, сам тренинг, и особенно третий день тренинга, был просто взрыв, просто это была бомба. Да, кто был, можете подтвердить. То есть, там шли такие энергии, такие процессы, что ощущалось всеми фибрами души, физическим телом, тонкими телами, там, вот, только можно вообще ощущалось. Да, кто-то рыдал, кто-то смеялся со слезами на глазах. Ну, необыкновенная, действительно, красота игры и переливание энергии, необыкновенной краски. Ну, соответственно, на тренинге волшебство, исполнение желаний, моя задача, как проводника, научить вас, особнями в нашей жизни, чтобы мы могли сами менять. Соответственно, как говорят веды, ведические знания, конкретно в Шива Пуранах, сам Шива говорит, что у нас есть несколько долгов перед богами, перед родителями, перед родом и перед учителями. В свою очередь, у наставника, у любого нормального наставника есть тоже своя определенная обязанность. Значит, задача наставника заключается в том, чтобы передать знания в очень правильном виде, чтобы они были восприняты. Когда человек воспринимает эти знания, он, соответственно, должен передать эти знания дальше. То есть, это обязанность ученика к учителю, передавать знания дальше, чтобы они работали. Поэтому кто-то говорит, вот, я там сделаю такой тренинг, отдам 1% знаний, другой говорит, я отдам 2% секретов. Значит, я стараюсь отдать все 100%, чем я обладаю, потому что знания должны идти дальше, знания должны постоянно работать, они должны приносить пользу, они должны приносить, скажем, создавать благоприятные какие-то факторы, для того, чтобы мы с вами жили уже совершенно на ином уровне, качественном. Соответственно, будем учиться становиться, быть волшебниками. Да, слава роду, слава предкам, всем, кто вновь прибывший. Добро пожаловать всем, кто приехал с работы. Вот в Москве уже 8 часов, 18 минут. Все верно, чем больше отдаем, тем больше получаем. И тренинг будет действительно такой феерический, праздничный, новогодний, во всех смыслах. Очень многое, что будем обсуждать и работать. То есть, там будет практикум, я буду давать какие-то, допустим, вам техники, настройки, и, значит, под моим зорким и чутким глазом и рядом мы будем сразу брать. То есть, вы возьмете цели, какие хотите реализовать, и мы будем это достигать. Потому что, еще раз повторюсь, я практик. Теория без практики совершенно, она скучна, не нужна. Нужно всегда совмещать теорию с практикой. Ну, у нас вообще, на самом деле, каждый день нашей жизни должен быть волшебным. Каждый миг, каждый час. Сегодня я прогулю на пруду. Здесь, в Москве, перед тренингом делал энергетические практики, раскручивал энергии и понял, что какой я счастливый человек. Я ощутил себя таким пятилетним ребенком, уже не шестнадцатилетним, даже не тринадцатилетним, как обычно в последнее время, а таким пятилетним ребенком, который испытывает экстаз от ощущений волшебства. Огоньки мерцающие, да, ощущения содрогающегося воздуха, каких-то предвкушений, каких-то необычных событий, необычных знакомств, необычных встреч. И я всегда говорил, что для меня каждый новый, знакомый, встреченный человек в жизни – это подарок, это огромная счастье, это огромное удовольствие быть знакомым. И даже когда я там консультирую, я испытываю огромное удовольствие, просто такое неимоверное. Если мы с вами осознаем, поймем, что жизнь дает для того, чтобы мы получали от нее удовольствие, чтобы мы жили правильно, никого не ущемляя, не нарушая коны, то, что называются у нас законы Вселенной, природы, человечества, то все непременно получится. Конечно, я не буду отчитать какие-то моральные аннотации и так далее, но я буду давать конкретные, хорошие, работающие техники, практики, инструменты. что-то там будет из магии, что-то будет из шаманизма, что-то я выведал у каких-то стариков, которые вообще на тайны нещедры, и с таким не особо сильным желанием выдают секреты. Но, тем не менее, я решил, что, наверное, можно все-таки. Мы вступили в эпоху рассвета сварога, нам нужно сильнее пробуждаться, быстрее, для того, чтобы пробуждаться, и мы думали о духовном, нужно и материальное привести в порядок, чтобы у нас с вами всегда, как говорится, была финансовая свобода, и в материальном мы неизвестим. Понятно, что на божественном уровне всегда есть как бы сцепка такая, что мы так или иначе зависим от богов. Но, когда мы устанавливаем дружеские отношения и становимся друзьями, тогда это нам идет такое внутреннее глубинное понимание, что вот ну на самом деле не просто вот да, как-то преклоняемся перед чем-то, а мы являемся продолжением богов, мы дети богов, мы внуки богов, мы чада, одним словом, да. Соответственно, боги, они начинают о нас заботиться, помогать нам нам намного больше. То есть я совместил не просто какие-то там шаманские магические техники, но еще внес туда вкопление вот этой древней нашей славянской древнеязыческой философии, что мы на самом деле можем получить абсолютно все, вот, абсолютно все, что нам необходимо для того, чтобы быть наполненными, постоянно быть счастливыми, быть здоровыми, и соответственно иметь и какие-то материальные ключи тоже для этого, да. Вот, и соответственно это будет немножко вот не то, что может быть кто-то изучал в каких-то магических школах, или вот много хороших вещей в трансерфинге описывается, да, но помимо того, что там как бы много хороших вещей, там, может быть кому-то что-то непонятно, и определенный язык иногда не подходит всем, там, да, соответственно мы будем искать и подбирать ключи, которые будут адекватно полезны и применимы для каждого участника нашего будущего тренинга. Но сегодня, сегодня мы будем тоже общаться на весьма интересную тему, которая называется волшебство исполнения желаний, я хотел бы, чтобы каждый сейчас из вас почувствовал себя во-первых волшебником, во-вторых маленьким ребенком, то есть мужчины должны постараться хотя бы войти в состояние мальчиков, да, а девочки, женщины, то есть наши богини-берегини в состоянии маленьких очек. В этом состоянии очень легко творить, в этом состоянии очень легко создавать и вот проектировать какие-то процессы во вселенной. Вспомните сейчас, поставьте плюсики, друзья, кто помнит, когда вот мы были маленькие, еще был советский союз, мороженое пломбир казалось вкуснее, не было всяких игрушек новомодных, как сейчас смотришь, они что-то говорят, что-то делают, да, то есть была какая-то маленькая палочка, там бегали, играли, помните, по деревьям лазили, по гаражам, битки играли, да, помните такие игры, вот, сейчас, к сожалению, все заменено компьютерами, у детей нет детства, у них украли, но мы с вами должны вот пробудиться, войти в состояние, почти все со мной согласны, на самом деле это так и есть, иногда, да, по 20 копеек было вкусно-мороженое пломбир, зарплата была 80 рублей средняя, вот, я помню еще пионера, октябрята, ностальгия, иногда меня кто-то обвиняет, говорит, ты же взрослый мужик, ты серьезный, почему ты себя вот ведешь, как там, да, непонятный какой-то, как ребенок, и только, наверное, моя жена меня понимает, почему я всегда веду себя как ребенок, потому что в этом состоянии я могу творить, я могу создавать, вот, и я чувствую ощущение, ощущение, что он во мне начинает оживать, я бы хотел, чтобы вы обрели такое же божественное состояние, потому что иногда именно людям это и нужно, мы с вами куда-то вот идем, к чему-то стремимся, но всем надоели сухие академические знания, представьте, вот вы, у меня причем ярко выраженный Сатурн, то есть сатурянцы знаете, какие-то высокие, худощавые, серьезные, сидят в рубашечках, да, представьте, Олег Даргор сидит и говорит вам, товарищи, вы неправильно живете, вы должны, а кому мы должны, мы никому не должны, нет, вы должны просыпаться каждое утро в 6 утра, читать мантры, обливаться ледяной водой, смеяться нельзя, потому что я важный, я серьезный, знания, которые, да, и вот так вот, знания, которые я даю, очень ведические, вот, и вы сразу через 3 минут начнете зевать, уже начали, да, я вижу, вам станет скучно, и вы сразу выйдете из этой комнаты и пойдете смотреть какую-нибудь комедию, или сериал про Шиву, например, там, Бог Богов Махадефа, Хабхарату, или еще какое-нибудь хорошее ведическое действие, да, вот, ну, соответственно, так как я ощущаю себя ребенком, я могу иногда нахулиганить, нашалить, могу поделиться с вами всеми теми секретами, которые обладаю сам, и именно этим мы будем с вами заниматься, вот, видите, какой у вас, да, всем советую сериал Бог Богов Махадеф, очень рекомендую, у нас есть в Уфе замечательная группа людей, ребят, которые сами духовные озвучивают, делают многоголоску, я там тоже озвучиваю Шукачарью, Шукра, это Бог планеты Венеры, он же учитель Ракшасов, да, демонов, вообще, посмотрите, это вас очень сильно вдохновит, и, кстати, многие пары семьи, и семьи, смотрите сериал, потом у них пропадает, во-первых, конфликты в семье, в отношениях, они понимают, какие обязанности у мужчины есть, какие у женщины, да, но это так, хватит нам торсуновщины, да, мы все-таки пришли сюда веселиться, вот, и, конечно, я бы хотел, чтобы все здесь, кто присутствует, входили вот это состояние, да, состояние детства, невесомости, может быть, какой-то щекотливой вседозволенности, вот, а кто про Devon Kimahev, просто, чтобы я не набивал в клавиатуру, не отвлекался, напишите, пожалуйста, чтобы другие могли зайти на Routracker, скачать и так далее, вот, потому что сериал, действительно, он чудесный, он замечательный, он необыкновенный, вот, и там, Махабхараты, это один сериал, а есть еще Бог Богов Махадеф, да, вот, все правильно, но, если кто-то может, напишите на английском, чтобы можно было забить в гугле и сразу скачать, вот, на трекерах, Бог Богов Махадеф, абсолютно верно, вообще, прекрасная вещь, о, благодарим тебя, Таня, сразу нам ссылочку, вот, сериал прекрасный, есть в титрах, есть с озвучкой, смысл, что уже есть тысячи серий, да, смотрится очень легко, ну вот, значит, мы с вами сегодня будем очень делать, на самом деле, интересные вещи, несмотря на то, что, как бы, тема такая феерическая, да, довольно-таки легкая, в конце я сделаю очень серьезную практику, которую я делал только несколько раз на своих довольно-таки крупных семинарах, тренингах живых в Уфе, вот, с полным погружением многочасовым, мы сделаем ведическую медитацию «Достояние Бога», она мне не принадлежит, это древняя ведическая медитация, которая еще описана, извиняюсь, там, в Пуранах, вообще, совершенно в древней литературе, да, и только боги знают, сколько тысяч лет, вот, вот эта медитация «Достояние Бога» позволит нам ощутить, во-первых, связь, во-вторых, действительно могущество богов, но хочу сказать, что очень важно понять, ведь мы будем очень многие вещи делать, разбирать, почему, допустим, в мире кто-то страдает, а кто-то в изобилии, да, вот, поговорим о том, как вот наши предки творили пространство, изменяли, были волшебниками, да, почему успешный человек всегда находится в потоке удачи-везения, а кто-то, например, не может туда попасть. Поговорим о балансе, вот, и, конечно же, ну, вы получите тоже свежие подсказки, напоминания, знания, вот, которые помогут нам с вами преобразиться. Прослести надо, надо всегда оставаться ребенка. Ксения, я рад за тебя. Да, конечно, присоединяйтесь, приглашайте друзей, мы-ка начинаем, скоро будет очень-очень интересно. Вот, Елена нам скинула ссылочку про Махадео. Вообще, друзья, читайте веды, изучайте веды, смотрите фильмы, которые связаны с ведами, это наша с вами культура, это ценность, это достояние, это богатство, вот, и знание порождает счастье, незнание порождает болезни, невежество, мучение и так далее. Достояние вообще, если брать волшебство, оно напрямую взаимосвязано с богами, вот, и если опять соотносить, наверное, с миропониманиями, с мировосприятием наших пред, богов, то у нас не было разделения, соответственно, с одной стороны, значит, не было религии никаких, религий как таковой не было, с другой стороны, люди постоянно помнили о богах, люди постоянно с ними, с богами взаимодействовали, люди с богами выходили на контакт, то есть, по сути, контакт этот самый, но он, на самом деле, никогда просто не прерывался и никогда он, на самом деле, не разрывался. Вот, и, соответственно, вот, вот это взаимосвязь и понимание, что все проходит через богов и все взаимосвязано с богами и вот с божественной силой даст нам с вами некоторые такие силы и возможности, да, свою жизнь так или иначе трансформировать, преображать, постоянно улучшать и творить, потому что творение, ну, я еще раз говорю, много техник описано в трансферфинге реальности, да, в каких-то там книжках, но многое не ясно, многое непонятно, многое, будем так говорить, остается как бы между строк, а люди либо буквально понимают, либо, ну, ключи не дают, как бы намеренно, чтобы человек что-то там не натворил, он задает вопрос, Олег, а почему ты там не проводишь там денежные обряды, почему не открываешь денежный канал там и так далее, я могу сказать, почему, да, то есть прежде всего, во-первых, ну, чтобы открыть какой-то там денежный канал, нужно до этого дойти, то есть нужно до этого дорасти, и человек, который не умеет управлять финансовыми энергиями, и который, например, со слабой землей, ты ему откроешь, а он это все потеряет, просто да, обратите внимание, есть такое понимание сильная земля, что значит вообще материя, материальный успех, собственно, финансовая свобода, это когда очень сильный поток земной, хорошая связь земли, и так, для того, чтобы обрести целостность, финансовую свободу поток, необходимо, во-первых, да, находиться в балансе, причем находиться всегда, знать техники, инструменты, о чем мы будем говорить, соответственно, необходимо иметь сильную связь с матерью землей, мать сыра земля, у нас это богиня называется, да, и, соответственно, знать уже определенные знания о сотворении и реализации желаний, но это я уже буду давать непосредственно в декабре, у нас с вами тренинг, волшебство, исполнение желаний, такой действительно предновогодний, стартует 16 декабря, ровно через месяц, день в день, я как раз вернусь к тому времени, уже пораньше в Москву, начну здесь делать эту супер программу, дорабатывать ее, да, начну набирать энергии, и перед этим вот съезжу к себе на родину и заряжусь в местах силы, специально, чтобы прокачать всех, вот, и чтобы вы получили такое же удовольствие, как и на тренинге сего рода, так же и на тренинге биоэнергетики за пределами реальности, ну, каждый тренинг будет идти все мощнее, мощнее, повзрастающий, соответственно, тот, кто придет, получит все, что хочет, даже все, что не хочет, а то, что заслуживает, тоже получит. Итак, у нас с вами должна быть очень сильная связь с матерью Земли. Без этого, ну, никак невозможно выходить на какой-то материальный уровень. Безусловно, человеку кажется, что иногда все зависит от него, астрологические какие-то, да, моменты, что там звезды не так стали, потом, как бы, беда одна не приходит, одно с другим сыпется, но как войти в баланс мгновенно? Основные принципы данной работы и концепции понимания вот этого, да, в общем-то, я уже давал неоднократно на своих тренингах, но кто-то почему-то не воспринимает с первого раза, и поэтому я буду это дублировать и говорить. Совершенно неважно, какие ситуации происходят в вашей жизни. Также совершенно неважно, нравится вам что-то, не нравится, принимаете вы это или нет. Очень важно понимать и осознавать, что все, что происходит вокруг нас, происходит только по воле богов и по нашему собственному сценарию, который мы себе прописали и заказали. Таким образом, если, например, происходит что-то такое неприятное, агрессивное, кто-то воздействует на вас, неважно, как там морально, или там магически, или манипулируют, или это ваш начальник, или ваши дети, вы должны понять, первое, почему со мной это происходит, почему происходят какие-то болезни, что я делаю не так, почему мне дали эту болезнь, почему мне дали эту ситуацию. Когда вы начнете размышлять на эту тему, вам придет ответ, что это делается только для моего блага, для того, чтобы у меня все было хорошо, для того, чтобы я состоялась или состоялся как божественная личность, чтобы я принял свой опыт. Иногда у нас включается эго, гордыня, казакомерия, и мы начинаем это отрицать, мы начинаем с этим бороться, спорить и доказывать, что это не так. Но как только мы принимаем четко на уровне сердца, на уровне души, сознания, разума, божественного восприятия, что это происходит только для меня это сейчас будет полезно. Иногда какое-то нехорошее событие, на самом деле, может быть благоприятным для нас с вами. Как только мы отключим мозги и мы перестанем сопротивляться, сразу все начинает происходить по такому сценарию, что мы можем его уже править, то есть исправлять. То есть мы говорим, да, боги, я признаю, что где-то я был неправ, что данный божественный опыт необходим мне для реализации, для того, что я стал или стала полноценной, целостной, наполненной, божественной, да, все, что-то не делается, оно к лучшему. Иногда через какие-то проблемы и препятствия можно прийти весьма к очень хорошему, к замечательному просто результату, да, вот, и, соответственно, исправить все эти ситуации, которые нас так или иначе не устраивают. Таким образом, все, что происходит, нужно проваливать в себя. Я называю это духовное акидо. Все, что с вами происходит, например, вас не устраивает в данный момент, у кого люди сейчас, вот, есть такие задачи, я не знамеренно не говорю слово проблема и задачи, старайтесь их принять прямо сейчас. Скажите, да, я это допускаю. Я не трачу на это ресурсы, я не тратю, потому что это существует во Вселенной. Во Вселенной есть как темные, так и светлые, как злые, так и добрые. Есть духи хорошие, есть не очень, да, есть силы чистые, а есть не очень. Как только мы с вами что-то начинаем отрицать в жизни, говорит, нет, вот плохие не имеют права существовать, давайте всех уничтожим, убьем преступников, террористов, это невозможно. Определенные силы нам показывают совершенность этого мира, но не совершенность человеческой души, эгоизма и восприятия. Если говорить все-таки о техниках творения, сотворения, реализации желаний, воплощении наших необыкновенных намерений, то мы должны быть в тотальном потоке принятия. То есть как птица, которая раскрывает крылья и летит в этом потоке. Тогда мы сможем видеть хорошее, даже в самых каких-то агрессивных, а также в самых нехороших ситуациях. Соответственно, освободится гораздо больше энергии. Как называть богов? Как хотите называть, не называть. Боги понимают птиц. Соответственно, если они понимают птиц, то у человека уж точно поймут. Не важно, на каком языке мы говорим. Но слово господь, оно действительно не очень хорошее по вибрациям, это нижняя вибрация, нижний астрал, потому что я уже объяснял, что господь это господин подземного мира. Это рогатый, он никакого отношения не имеет к всевышнему. Бог, батюшка, Божий, да, там, боги. То же самое, что слово аминь. Аминь, это имя бога Омона, да, темного. То есть, это совершенно другая культура, другие энергии, другие вибрации. Наши боги родные, которые нас берегут, любят, оберегают и ведут вперед. Полина задала вопрос, что значит проваливать себя? Ну, например, на работе на тебя кто-то давит. Человек намерен дает тебе делать много отчетов, взваливает кучу работы, хотя ты не одна должна это делать, а пять человек. Ну, вот он решил до тебя докопаться. Нравишься ты к нему, он не знает, как с тобой начать флиртовать, вот решил он тебя передавить таким образом, чтобы ты внимание обратила. Ну, например, он совсем не в твоем вкусе и тебя его наглость раздражает. Как вы будете очень быстро в ситуации понимаешь, допустим, ты работаешь по найму, ты можешь уволиться. Ну, у тебя какие-то свои планы, да? Ты должна человека принять, во-первых, таким, какой он есть, во-вторых, позволить и разрешить ему непосредственно проявляться именно так, как хочет он, а не так, как хочешь ты. И любая неприятная ситуация, любое неприятное событие, которое происходит в нашей с вами жизни, мы должны принимать, то есть проваливать себя. Многие сразу начинают задаваться, закрытые позы, такой взгляд, что-то мне не нравится, что-что-что-то ты сказал, давай повтори, да? То есть, мы провоцируем человека неосознанно, возникает конфликт. То же самое в семейной жизни, в семейных отношениях, как принять его привычку разбрасывать носки, да, например. Нравится человеку носки разбрасывать. Давайте разрешим внутри себя, скажем, да, через мое высшее я разрешаю ему разбрасывать носки. Классно, да? Звучит хорошо, правда? Много позитива, много радости сразу и соответственно ноль проблем. Мы живем не то, что в раю, да, но у нас с вами действительно вообще просто уникальный, колоссальный такой, во-первых, опыт есть, во-вторых, есть такие колоссальные, просто необыкновенные возможности, что мы можем действительно наслаждаться этой жизнью, получать все блага. Посмотрите, в этой вселенной, да, материальной огромное количество ресурсов. еда, камни, вещи, все что угодно, а нам говорят, что землю надо сократить, полмиллиарда оставить. Кому надо сократить? Тем, кто хочет жить здесь как господин, господам, но мы с вами можем жить так, как мы хотим, развивая себя, безусловно идет чистка, конечно, люди, которые не готовы как-то там меняться, развиваться, расти, они страдают, болеют, что-то такое еще, да, вот, желание уйти в монахи, на мой взгляд, есть монахи, которым это было положено звездами от рождения, это отдельный пласт, требующий огромного уважения и почитания, да, вот, а если говорить, допустим, у большинства людей, которые говорят, вот, уйду в женский монастырь, да, ну, это обыкновенный эгоизм, человек пытается уйти от себя, там, допустим, сильный дар магический, он не знает, как управлять силой, или обиду на весь мир, еще что-то, мы родились в этом мире, надо жить, радоваться, путешествовать, наслаждаться, вот, столько красивых людей, событий, общения, знакомств, столько красивых, разве можно замыкаться? Ну, на самом деле, вселенной, абсолютно параллельно, как мы с вами будем жить, мы можем жить в яме, при этом, вселенная нас примет, а можем жить в изобилии, в пространстве, вот, любви, вселенная тоже примет, просто, я уже объяснял, что неважно, позитив, он равномерно развивается, как паутина, мы улыбаемся, и вокруг все улыбаются, все хотят тоже улыбнуться, соприкоснуться с нами, как только мы хмурые, и вокруг все хмурые, обращали внимание, друзья, поставьте плюсики, кто такое видел, выходите на улицу, вот, у вас хорошее настроение, все попадаются в влюбленные парочки, держатся за руки, целуются, птички щебечут, прямо от охоты, да, как только у нас хмурое настроение, все, сразу вокруг, картинка мира меняется, декорации, начинают быть хмурные, смурные, там, в автобусе не подвинуться, в метро там, носят, еще, туда, идет раздражение, почему? Потому что это раздражение на самого себя, мы недовольны собою, а у людей все в порядке, поэтому мы будем учиться быть волшебниками, будем творить волшебство, как говорили наши предки, кудесничество, на самом деле, конечно, хочу сказать, что наши с вами предки, друзья, они были волшебниками, они творили, как я уже говорил, они жили сразу в трех мирах, это правь, проявленный мир, мир богов, пращуров, которые стали богами, правь, это, значит, явь, это наш с вами мир, где мы наяву, и нафь, это мир предков, иначе говоря, неживых людей, и богов, которые там находятся в Нави, например, бог Верес, и они могли создавать, но при этом, обратите внимание, для счастья много не надо было, не надо было дорогие машины, лимузины, майбахи, ягуары, не надо было дорогой одежды, не надо было ходить в рестораны, в дорогие, чтобы поддерживать чувство собственной важности, значимости, не надо было как-то выпендриваться, жили в обычных домах, в небольших, большими семьями, вот и так далее, вот, и, конечно, ну, притягивали абсолютно все, что нужно, и мы с вами можем так же творить, создавать, и это естественно, я хочу сказать, что это абсолютно естественно для каждого человека, творить, преображаться через творение, но есть, конечно, две категории людей, первая категория, это та, которая хочет, на мой взгляд, страдать, им нравится жить в какой-то комнате, где там вот, знаете, белые потолки, ничего нету, один чайник, один стакан, и все, жизнь не удалась, все плохо, вокруг все плохие, все плохие, президент плохой, страна плохая, США плохие, Россия тоже плохая, почему непонятно, тоже плохая, вот, денег нет, ничего нет, люди страдают, им нравится, они так кайфуют, а можно жить в изобилии, действительно, наслаждаясь жизнью, когда большая, дружная семья, здоровые дети, внуки там, супруг или супруга, когда у вас есть возможность путешествовать, вы можете притягивать какие-то вещи, которые вас радуют, потому что, если говорить опять откровенно, есть категория людей, которых, например, обладает, ну, все там материальные деньги, все есть, они несчастливы, он заходит в самый дорогой ресторан, там, Москвы или чего-то там, какого-то города, Брянска или еще чего-то, и вот он зашел в этот самый дорогой ресторан, значит, ему зарезервировали самый крутой столик, из античного древа, принесли самые дорогие приборы, вот, он съел самую дорогую еду, он не получил никакого удовольствия, с таким грустным выражением лица, он понимает, что ему нечего желать, он идет в оборную на золотой унитаз, и понимает, что жизнь совсем печальна и плоха, и даже золотой унитаз его не радует, потому что ему, никто никуда не звонит, не спрашивает, как дела, а если спрашивают, то ему все равно, и в чем заключается первый шаг на пути к творению пространства, волшебства, войти в состояние ребенка, войти в состояние радости, войти в состояние, вот, преображения, ощущения, что вы кайфуете, и как только вы будете испытывать радость и настоящее удовольствие от каких-то мелочей, сюрпризов, от общения с близкими, вселенная начнет давать подсказки, во-первых, ключи, определенные, и уже будут давать какие-то такие вещи, которые будут увечивать и наращивать это ощущение, это состояние, это здорово, друзья, вот, так, ну я думаю, что не интернет барахлит, а просто энергии сильные, я знаю, когда у меня подъем энергии идет, техника глючит, то есть у меня, фу, вообще все идеально, да, друзья, если у кого-то какие-то проблемы со звуком, с картинкой, просто перезайдите, обновите браузер, сделайте рефреш, и все будет хорошо, так вот, войдя хотя бы однажды в состоянии ребенка, вы на самом деле не захотите возвращаться обратно, в ту суету, вот, я не знаю, мучительную реальность, которая затягивает, в приметы веришь, но, я нисколько верю в приметы, я в приметы не верю, я ведаю, что есть определенные вещи, которые работают, это уже ведание, а не вера просто, какая-то слепая, ну, скажем, тот, кто видит, тот понимает, вообще, людям нравится, когда, даже обыкновенные волшебники, как я, совершенно обыкновенные человеки, вот, делают какие-то такие вещи, стучат под дерево, еще что-то, все работает, если мы вкладываем в эту энергию, работает абсолютно все, я могу, например, по голове постучать, потому что тоже дерева хватает, и понимаете, если, например, тоже брать какую-то древнюю сакральную магию, ну, руническую магию, еще какую-нибудь заговорную волшбу, там, травничество, один человек, например, может сделать руны, и цветы подключат руны, что за чушь, руны и цветы, а кто-то, вот, ведь, в это верит, и это работает, а кто-то скажет, что работает такое волшебство, когда мои дети счастливы, когда у них глаза горят, когда семья счастливая, когда дом, дома радость, веселье, когда все, и все, это тоже магия, поэтому магия у всех своя, но она работает, если мы вкладываем в это хотя бы капельку своей энергии, своей любви, своего внимания, что такое магия, по большому счету, магия от слова могу, понимаете, говорить может каждый, что угодно, вот кто-то может, а кто-то нет, вот это и есть, маг тот, кто может, тот, кто творит пространство, и мы должны стать магами, поэтому, входите в состояние ребенка, вот, но ребенок, это не значит безответственный, что типа, вот, я что хочу, то и делаю, посуду за собой не мою, утром не отжимаю, зарядку не делаю, ничего подобного, отверстие на семье, в отношениях, в любви, да, понимаете, бойфренд, если ты хочешь, чтобы твой бойфренд взял трубку, тогда прекрати ему звонить, прекрати ждать от него чего-то, вот, вообще полностью прекрати про него думать, и переключись, например, ну, на что-то другое, на что-то прекрасное, посмотри, какие звезды красивые, ну, какое небо красивое, он тебе сам позвонит, в общем, не думаем о этом, конечно, надо рады, как ребенок, потому что мы все дети с вами, безусловно, мы дети, тело взрослеет, а мы с вами не меняемся, но еще хочу сказать, что, несмотря на то, что вот, многие люди говорят, там, я серьезный, я директор банка, я директор магазина, внутри все равно мы дети, мы хотим просто быть счастливыми, хотим любить, все, не надо делать никакие тренинги, человечество ничего не придумало с тех времен, когда Маргарита абсолютно с тобой солидарен, там, мужчины или женщины звонят там, мужчинам, тогда, когда мы счастливые, когда глаза сверкают, вы видели когда-нибудь, вот, влюбленную женщину, или беременную, это одно и то же, это счастливое, все идут, вот так вот смотрят, оборачиваются, да, видят глаза сияют, потому что она сверкает, она сверкает, она сияет, самые счастливые какие женщины, которые любящие, которые любимые, да, согласны со мной, и сразу на улице в толпе, потому что они не идут, они летят, они просто походкой, вот, действительно передвигаются, выспавшиеся, ну, знаете, один только сон, не гарантирует наличие счастья, можно высыпаться, но при этом, когда рядом никого не будет, когда не на кого будет положить руки, ноги там сложить, и другие части тела, да, нету такого кайфа, понимаете, о чем я говорю, ну, я всем желаю испытать, настоящую любовь, и божественную, и земную, и человеческую, вот, потому что вы, тогда вы четко поймете, о чем я и говорю, но тот, кто в этом состоянии пребывает, или помнит это состояние, о чем я говорю, так, правда, все очень просто, поэтому, ну, в этом кроется тоже ключ к многим секретам, да, то есть, почему, то есть, у нас иногда не происходят какие-то события, иногда что-то не сбывается, почему отношения напрягаются, что-то не ладится, потому что мы сами себя не любим, понимаете, как, например, кто-то, вот, говорю, там, у меня в день, там, пять консультаций, приходят красивые, богатые, одинокие, и причем, дико шипоумные, настолько умные, что прям на стенку лезь, хочется, женщины, они говорят, Олег, я хочу выйти замуж, я тебе заплачу любые деньги, я говорю, я уже женат, я тебе не могу ничем помочь, начни себя любить, понимаешь, о чем я говорю, просто нужно полюбить себя, и так, когда мы начинаем любить, вот, по-настоящему, по-детски, да, мы принимаем себя тотально, мы любим себя, мы испытываем как, не эгоистическую любовь, а типа, я царь, царь здесь, у меня корона, да, и вот, в этот момент, это уже не то, а мы должны себя любить, как маленькие дети, все хотят, соприкоснуться с нами, все хотят общаться, знакомиться, я работал, сколько сейчас, например, я не помню, что там, последние 30 консультаций, вот, работаю с девочкой, да, я говорю, просто начни себя любить, найди себе такие качества, от которых ты кайфуешь, и каждый день находи по 5 новых, это же легко, и вот, после консультации, выходим, проходит полчаса, мне звонит, девушка, с которой я работал, консультирую, говорит, слушай, на меня все мужики вешаются, они подходят, дарят цветы, просят пойти кофе попить, это было не один раз, это было каждый раз, когда был такой запрос, это не моя заслуга, я к этому не имею отношения, всего лишь, та идея, что, на себя принять, такой какой ты есть, такой, каким им и есть, полюбить себя, да, я, кстати, не согласен, что социум не принимает счастливых, я не могу с этим согласиться, это неправда, смотря какой социум, вместе, ну, я очень счастливый, меня социум принимает, давайте все-таки, вот это негативизм, и все-таки, какие-то попытки, там, я не знаю, страдальшества, искоренять, и жестоко уничтожать, потому что мы с вами, уже, как бы, это, должны концентрироваться на хорошем, постоянно, если мы будем учиться видеть в разных ситуациях, жизненных событиях, ситуациях, только хорошее, только благое, то и социум будет нас любить, будет нас носить на руках, дарить нам какие-то блага и подарки, это так, я вам подтверждаю, вот, есть просто разный уровень эгоизма, ну, действительно, ответ этого заключается в том, что, меняя себя, мы меняем пространство вокруг, тот же социум, тот же общество, ну, я надеюсь, что вы согласны, если вы понимаете, что это так, поставьте семерочки, пальчиками, да, если он тебя смотрит с презрением, значит, в тебе есть какая-то доля непринятия себя, и доля эгоизма, на самом деле, смотри, едешь на машине, остановился в светофоре, все-таки хрится серьезно, кто-то музыку слушает, кто-то думает, ну, на работе начальник напрягает, там, жена больше не сварила, там, все, а мы улыбаемся, смотрим налево, мужик, что это улыбается, больной, что ли, может быть, наркотики курит, Мария Ивановна, наверное, Мария Ивановна курит, да, а на самом деле нет, а потом, тоже улыбается, и смотрим налево, тоже улыбается, и все улыбаются, понимаете, это работает только так, то же самое, идешь в метро, все-таки, на работу, все работает, крышка, гроб, все, а ты только улыбнись, и вокруг сразу идет преображение, таким образом, все пространство, внутри нас, магия, волшебство, нет за пределами нас, нет за пределами нашего с вами, сознание пространства все а сознание находится внутри нас с вами как мы себя чувствуем только вокруг нас и когда нам хорошо мы не скажем что страна плохая или президент говно да мы скажем у меня самая лучшая страна потому что есть самые лучшие возможности и я могу творить в этом пространстве все что захочу и тогда вселенная и грегор нашей с вами страны вот соответственно будет нас подтвердить будет нас укреплять будет нам давать здоровье возможности понимаете если мы будем говорить ходить что все плохо там еще чего-то в долгие там еще что-то анекдот с ангелом я не пойму вот у меня нормальный мужик все время хочет там машину еще что-то еще что-то а другая не вы там не нормальный время говорит машина сломалась зарплата сокращают цены растут но я вынужден исполнять его желание вот анекдот как раз отображает ту самую реальность которая формируется и которая сам говно мы с вами формирует никто за это не кроме нас не святой кого угодник там и какой-то там поп да еще кто-то не какие-то выдуманные там ангелы только мы с вами ответственны за нашу судьбу и мы должны творить но творить и создавать пространство волшебства очень легко и очень просто друзья мои хорошие такая тогда когда мы входим в состояние радости ребенка сейчас вот мы с вами пообщались и очень сильно надеюсь что за этот период сейчас мы уже будем начнем практике с вами делать до замечательные всякие я конечно же надеюсь что вы во первых обрели баланс потому что я дал понимание на принятие и вошли все таки состояние вот этого равновесия да и состояние маленьких детей маленьких детишек то есть когда мы входим в состояние ребенка у нас все творение происходит очень быстро она запускается естественным образом мы смотрим почему ребенок получает именно тот подарок который хочет даже не от нас а других людей потому что он легко к этому относится он феерическом состоянии радость и ловить этот поток использовать его максимально благоприятно вот и это есть уже вот человек будущего это на самом деле успешный человек тот секрет вот который заключается в том что однажды попав в эту струю конечно же не надо ходить нужно оставаться в это вообще так сказать если есть какие-то разные желания любое желание но формируется в среднем три месяца крупные да но очень часто очень часто мы что происходит мгновенно вот то есть это происходит уже вот просто там за доли секунды но я не хочу как-то хвастаться но расскажу свой опыт когда я вот понял эту философию что нужно жить идти путем радости наполняться ну какой-то был момент что у меня было очень много материальных желаний час их практически но нет их они есть на их мало да вот я все больше хочу общаться с людьми передавая знания но в тот момент у меня было там хочу эту вещь там поющую чашу шаманский бубен хочу три бубна хочу пять чаш камни вся квартира в камнях значит хочу и вот я сижу дома там делаю практики я я разрешаю себе то что по пример там раньше не позволял вот хочу вот это хочу вот это и мне звонят двери говорят слушай вот вот эта вещь есть она может быть ты возьмешь пожалуйста посмотри и там именно та вещь которая мне нужна через пять секунд мне был шок ну когда ты я как и все наверное тоже советские граждане как только первые книги появились начал заниматься бестселлер трансерфинг реальности и понял что работает да она работает товарищи надо развивать надо усиливать надо делать что-то необыкновенное ну и соответственно потом уже формировала своя система система которая вот стала тоже рабочей стала эффективной стала безусловно интересной и я готов буду с вами ею совершенно бескорыстно безусловно если бы вот у нас лена благодарю скинул ссылочку на тренинг вот проходите по этой ссылке ригу регистрируйтесь смотрите в общем все кто хочет творить занимайте места да вот полина горьми знакома раздал желание в руках но мне сейчас так москве вас кище много энергии я боюсь о чем-то думать потому что мне звонят через три секунды и говорят олег ты наверное об этом подумал потому что я тебе сейчас привезут вещь который тебе нужно я конечно изначально меня сильно шокировали и пугало потому что почему бы и нет если вселенная меня любит вселенная меня принимает и боги меня любит но значит наверное надо принимать потому что знаете вот нельзя отказываться от успеха от удачи также нельзя отказываться от денег когда они идут ну например вам кто-то хочет сделать подарок или вы выиграли в лотерею но вдруг считаете что это нечестно если только вы откажетесь от своей удачи вам ее перекроет соответственно принимайте принимайте еще раз мои хорошие друзья принимайте вот как только мы вот осознаем что все происходит и по божественной воле и резьба да то все будет гораздо проще хочешь квартира квартиры нет но наверное твои энергии просто не хватает на эту квартиру то есть значит желание они все-таки кроме всего прочего должны быть экологичными они должны относиться к тебе лично то есть например хоть чтобы твой двоюродный брат бросил пить и курить не получится он должен сам себе что-то пожелать а мы себе желаем во вторых желания должны быть достижимыми то есть это не типы мир во всем мире а реально измеримых единицах что можно было это ощутить и в третьих хочу сказать что желание нужно понимать чтобы они были достижимы в какой-то определенный срок например если эта квартира там трех лет например да и так далее все таки здравый смысл именно если касаться вот реальности он имеет только маленькое значение но это маленькое значение присутствует это ни в коем случае чтобы не вредило и желать нужно для себя оплатить кому-то не стоит желать если будете желать каких-то чудес другим а для них это будет стресс соответственно до от поддержки отказываться не стоит нужно поддержку принимать ну что мы с вами будем делать еще сегодня практику приглашайте друзей ведическая медитация достояние бога стояние бога это на самом истинно ведическая медитация которая отдаст многим только ощущение но и восприятие божественного я вот ходил полтора часа крутил энергии с богами разговаривал общался для того чтобы подарить вам это чудесное ощущение вот это необыкновенное ощущение город и мне уже три раза написал что звонка нет если отключиться значит отключиться вообще иногда на целый день если ты постоянно ним думаю что конечно тебе не позвонит трясешь он в стрессе он не хочет он что ты позвонил 150 тысяч миллионов раз ну куда бы сбежать от нее нафиг подальше отпусти ситуацию да ну что мои хорошие вы готовы делать ведическую медитацию и бога надеюсь вы готовы нить удобно не прекратить знать не глупые вопросы вот эти потом а после интересные вопросы актуальные ровное положение займите чтобы вам было комфортно вот а потом я вам конечно еще кое-что расскажу пару секретиков но спортизна будет на 3 вот эта медитация очень серьезно я еще думал куда бы ее включить на тренинг или же вебинар думаю пускай на вебинар пусть людям будет хорошо и так ведическая медитация достояние бога сейчас все что вам нужно просто закрыть глаза ручки ножки не перекричивать занять совершенно удобно и совершенно комфортно положение глазки прикрыты мы медитируем вместе со мной слушаем себя делаем плавный вдох мягкий выдох мягкий выдох сейчас полностью сконцентрируйтесь пожалуйста надо него третьего глаза и в этот момент когда мы концентрируемся на джине в области межбровья третьего глаза мы видим землю и возникает такое ощущение что видим землю со стороны земля нам кажется маленькой такой красивой зеленой планеты с множеством океанов морей лесов гор это зиме проживает просто количество людей и мы видим что много людей проходит различный жизненный опыт кто-то рождается кто-то умирает но самое интересное что каждый стремится стать лучше и в этом мире очень много умных людей мы видим что есть академики докторанов есть именитые шахматисты математики есть такие люди которые обладают блестящим интеллектом могут совершать несколько тысяч математических операций в секунду кто-то пишет удивительные компьютерные программы кто-то снимает гениальные фильмы и есть люди которые добиваются славы известности получают различные премии например нобелевские это меркнет по сравнению с тем умом и интеллектом которые обладают бог всевышний всевышний творец который по материальную вселенную всех богов и полу богов все живые существа всевышний обладает со стящим умом которым заключены все интеллекты даже самые святые мудрецы риши которые знают все ведические знания веды наизусть которые цитируют упанишаны которые в свою очередь записывали веды и передавали веды человечеству их знания вед и божественных духовных заходов просто меркнет по сравнению с умом всевышнего всевышнего так же на этой земле очень много сильных людей есть это воины знаменитые бойцы спортсмены чемпионы мира многократные олимпийские чемпионы есть люди которые сдвигают состав из поездов есть настолько сильные люди которые обладают ситхами то есть мистическими силами они могут двигать взглядом предметы но вся эта сила она просто меркнет по сравнению с силой и бога и что интересно в этом мире очень много природной силы силы самой матери земли горы реки моря океаны когда вулкан извергается он буквально может испепелить все на своем пути жизни людей деревья растения птицы животных если прорвет плотину она может уничтожить целые города если дождь пойдет непрерывно полгода то он уничтожит почти все человечество и когда произошел некий период очень много живых существ умерло мамы и динозавры и большинство людей природа обладает неимоверной силой необыкновенной и мы видим это когда можем заплыть далеко в океан какая сила в океане одна большая волна нас накроет бывают волны с двадцатиэтажный дом со стоэтажный дом это огромная сила но вся эта сила она меркнет по сравнению с силой Всевышнего с силой бога божественного творца наших с вами душ искорок и мы понимаем что самой большей силой обладает Всевышний так как все силы человека животных природы космоса и вселенной напрямую зависят от Всевышнего то есть от Бога мы видим что помимо силы есть красота есть необыкновенно красивые люди с которыми очень приятно находиться рядом с которыми приятно общаться есть люди от красоты которых расцветают цветки деревья есть очень необыкновенно красивые места на земле во всем мире где от красоты гор рек и природы у человека может закружиться голова мы с вами можем войти в состояние первобытного счастья там где природа не тронута человеческой рукой есть очень красивые люди красивые милые животные которые нас радуют есть такая грациоза такие красивые женщины при виде которых все мужчины теряют сразу сознание есть необыкновенно красивые существа а также красивые мужчины которые напоминают древних богов с идеальным пропорциями тела, лица с очень красивой улыбкой но вся эта красота она также меркнет по сравнению с той красотой которую обладает Всевышний Бог и вся красота также зависит от Бога и Всевышний может дать эту красоту и забрать в любое время и наши с вами дети могут родиться необыкновенно красивыми милыми но это тоже зависит от Бога насколько Всевышний распорядился этой самой красотой и мы смотрим что наша матушка земля необыкновенно красиво но эта красота тоже зависит от Всевышнего и также мы с вами видим что есть очень прославленные люди очень известные политики музыканты актеры люди которые известные мудрецы они будут антическими знаниями древними вот таким как был например Сейбаба он мог материализовывать вещи есть люди которые ситхи перемещается в пространстве входит в одном месте в пещеру появляется в другой стране они известны есть известные артисты но самая большая слава она принадлежит Богу все даже атеисты которые говорят что Бога нет произносят имя Бога они говорят Бога нет но они просто забыли что они не атеисты потому что когда они говорят о Боге они уже совершают Ему поклонение почитание поэтому вся слава предлежит Богу Всевышнему который сотворил этот материальный мир и самые прославные люди творческие музыканты так далее они тоже так или иначе зависят от Всевышнего это очень необыкновенно таким образом вся слава принадлежит Всевышнему и Всевышний увенчан этой самой славой и мы смотрим что есть очень много людей и богатых которые богат богатством и у кого-то свои дворцы у кого-то замки у кого-то просто фин у нас все хорошо много квартир 20 квартир да 20 квартир и живет хорошо кто-то путешествует в мире у кого-то есть есть золотые самолеты и золотые унитазы да но мы понимаем что все золото мелки все драгоценные все камни все мазы это все мелочи по сравнению с тем что все богатство оно тоже принадлежит всевышнему тому богу который создал этот мир это вселенная потому что всевышний может в любом дать и в любом забрать это богатство кубера это небесный казначей который является можно сказать бухгалтером богов дэвов через которого проходят все финансы на небе он обладает самым большим богатством но это богатство это не что это капли в море по сравнению с тем богатством которым обладает всевышний бог поэтому бог он есть воплощение богатства и у нас есть бог велес который есть проявление богатство изобилия акш который связан с финансовым током с деньгами которое олицетворяет богатство человека но все это меркнет по сравнению с тем что Всевышний обладает самым большим богатством также в нашем мире очень много знаний и знания бывают очень различные бывают такие знания которые позволяют например завладить всеми деньгами в мире есть например такие знания которые позволили нам нашим предкам делать виманы то есть летательные аппараты раньше не было самолетов поездов все у нас летательные аппараты прилетел помните в древних сказках как самолет даже есть такие луны которые позволяют летать на этом ковре самолете наши предки обладали считается что тот кто обладает знанием тот владеет миром тот живет и обладает абсолютно всем есть древние ведические знания сакральные знания о том когда доллар с евро повысится и понизится чтобы тоже сыграть на этом есть просто знания где оказаться в нужном месте в нужное время чтобы стать счастливым но самые большие знания и все знания таким образом знания это олицетворение Всевышнего и знания это олицетворение Бога не ведические знания познавая свою истинную духовную природу мы преодолеваем болезнь невежество страдания бессилие мучения эгоизм бедность и все воплощения духовного тому демону который проявляет в человеке лень притворство жадность слабость и гнев мы приобретаем Бога внутри себя мы становимся воплощением Бога внутри себя таким как красота богатство слава знания все достояния мы понимаем что на земле все процессы которые происходят они полностью взаимосвязаны и увязаны с Всевышним с Богом если мы начнем доверять Богу всем процессам которые происходят то тогда таким образом друзья мы обретем Бога мы установим с Ним долгожданные отношения отношения с Богом регулируют нашу судьбу нашу жизнь наше здоровье нашу семью материальное положение Бог никогда не бывает лишним если мы хотим укрепить свою семью то мы должны постоянно размышлять о Боге говорить о Боге потому что Бог это тот клей который скрепляет семью который скрепляет веру в себя он усиливает наше здоровье также он способствует хорошему финансовому положению знания красоте в общем всем тем вещам которые нам необходимы для божественной реализации сейчас мы с вами осознаем ощущаем что все достояния Бога содержатся в Нем при этом все в материальном мире содержится в Боге и Бог содержится в них и проникая в них с открытым сердцем с трепетом с открытой душой мы входим в состояние Бога человека осознавание что каждый процесс нашей жизни связан с Всевышним полностью выражая любовь уважение почтение Всевышнему мы можем стать сопричастным с Ним понять те божественные процессы тонкие и грубые которые происходят в нашей с вами судьбе таким образом Всевышний Бог обладает всем смотрите на нашу землю со стороны все процессы которые происходят жизнь смерть все что было перечислено относится к Всевышнему почувствуйте в этом силу почувствуйте в этом красоту и насладитесь этой божественной красотой и силой этим и достоянием сейчас сделаем глубокий вдох очень ровный спокойный нежный выдох когда будете готовы глазки открываем глазки открываем и возвращаемся в наше психическое материальное тело когда будем готовы глазки мои хорошие открываем тоже всех благодарю потому что тут не только сердце открывается тут очень сильные время остановилось потому что все живые существа Вселенной находятся под влиянием времени временем управляет Махадев Шива или наш Велес но только бог он не относится на него не влияет качество времени таким образом приобретая божественные качества соприкасаясь с Всевышним на нас перестает действовать время мы перестаем стареть умирать понимаете почему важно постоянно говорить о богах только божественный человек постоянно говорит вся слава о роду вся слава богу потому что род это есть проявление богов и я всегда говорю что это не моя заслуга все это относится только к Всевышнему только к богам Я всего лишь скромный проводник Который Передает вам эти знания Я делаю только то, что должен Здесь нет моей заслуги никакой Я хочу, чтобы Каждый из вас, все, кто пришли сюда Стали счастливыми Чтобы мы с вами обрели Эти божественные качества Осознавая, что все это относится к Богу К Богам Вот И тренинг, который Ждет нас с вами Как подарок Изменит нашу судьбу на самом деле Очень сильно, мы научимся творить И конечно, я не просто так Сделаю под Новый год, потому что под Новый год Очень много энергии Очень много свободной, ненужной энергии Которой не пользуются люди Которые либо Ленятся, либо не знают Мы воспользуемся ею, прямо перед Новым годом И С божественной силой Будем преображать свою жизнь Будем делать ее гораздо лучше, ярче, интереснее, красивее Таким образом Друзья, я сделал еще один подарок С моей подачи Я попросил поставить Так как я все-таки работаю в команде С Галиной не один Я поставил Самый низкий ценник Который только вообще может быть Вот И Безусловно Безусловно Это подарок для всех тех Кто хочет получить эти знания То есть сейчас Если вы регистрируетесь Приобретайте это 3500 То есть на самом деле Да, я согласен, что для кого-то это серьезные деньги Но Для большинства людей Которые постоянно вращаются Это Ну, может быть Один раз Сходить в семье в кафе Да Поэтому Это отличная возможность Приобрести за небольшую стоимость Вот 3500 Сейчас, пожалуйста Дайте кто-нибудь Так что проходите Регистрируйтесь Бронируйтесь Вот Бог Который отвечает Уиндариев В индуизме За богатство Кубера Кубера У нас есть богиня Лакшми Мы можем обращаться К роду К сварогу Можем к Лакшми К ладе Да То есть К Велесу Велес Он даряет богатством То есть Прославляйте Велеса И будет у вас богатство Потому что Велес Это скотий бог Он отвечает За прибыток Финансов За изобилие И так далее Ну на самом деле Конечно Вот ссылочка на тренинг Благодарю Лена Пожалуйста Проходите Регистрируйтесь Записывайтесь Вот Да Можно Ганешу Ганопати Но Ганопати Он основном устраняет Препятствия у дэвов И причиняет И чинит препятствия Демонам Поэтому вот А вот это неправильная Постановка вопроса Выше Велеса Кто нет такого Кто выше Все равно Во вселенной Я вам на это объясняю Всю свою жизнь Во вселенной Все равно Все однако Нет высших богов Нет ни низших Все равно Нельзя так говорить Что кто-то выше Кто-то приходит к богу Через рода Кто-то через Велеса Кто-то через Сварога Кто-то через Ладу Кто-то через Перуна Войны приходят через Перуна Вот Таким образом Все равно И мы равны с богами нашими Потому что мы Никакие не рабы Мы дети богов Вот Вот Мы с вами Безусловно Конечно же Кроме всего прочего Еще и проводники Вот Друзья По всем вопросам Вы можете обратиться К Елене Галине Проспиритес Вот Да Древние Веды Можно найти Один для меня Авторитетный переводчик В мире Шри Аурабинда Его книги можно купить В России В интернете Можно купить Также по всему миру Шри Аурабинда Я для вас напишу Сейчас в чате Его имя Это Я очень много лет Исследую Мне очень понравился Этот перевод Он Жил Значит В Англии Учил английский язык Потом перевел Очень многие Ведические писания На английский язык Потом его ученики Перевели с английского Есть мистические гимны Огню Панишады Вот Есть Багавадгита Потому что Перевод Исконов Кришнаитами Он не авторитетный Искажение На искажение Шри Аурабинда Очень рекомендуемые Хорошие Отличная информация По этому Далее Тренинг Силы Рода Сейчас есть В записи Вы можете купить Его у нашей Галины Очень сильный тренинг По работе с родом Я не буду здесь отвлекаться Пожалуйста Заказывайте Галины Галины Вам с радостью Все это Оформит Это был очень сильный тренинг Я знаю что он так хорошо Продается Да Вот я не уверен Что он когда то еще будет В таком виде Скорее всего Не будет 100% Поэтому приобретайте В записи Мои хорошие Вот Значит так же есть Консультации Кто хочет Само лично Консультации В скайпе По всему миру Вот В Москве Я буду примерно С 5 числа До нового года Еще принимать Вот Прилечу Вот Но самое большое событие Конечно Безусловно Это тренинг Вовшебство Творение Желания Это будет очень Необыкновенный Тренинг Богов много Очень трудно Понять Человек С материальным Желанием Или с Промытыми Мозгами Вот то что делают Религии А Богу не нужны Религии Богу нужна Вера Вера происходит Из древнерусского языка Из двух слов Ве и Ра Ведать Свет Ра это свет Ве это ведать Таким образом Богов Очень много Велес Род Перун Сварог Наш Бог Ярива Хорс У нас есть Главное Треглав Три главных Бога Брама Например Вишну Шива Это Тримурти Называется У Индари Брама Вишну Шива У нас это Перун Пелес Сварог Понимаете А Объединены Они Родом Род Это в ком Содержатся Все боги И все Рода Земные Человеческие Понять это можно Человеку только С открытым сердцем И состояние ребенка Поэтому я вам сказал Входите В состояние ребенка Вот Его книги Однозначно Реоробинда Мистические гимны Однозначно Бага Гита Однозначно Упанишады В общем все виды Вообще У него все авторитетно На мой взгляд Значит тренинг Будет живой Онлайн Этот тренинг Будет Живой онлайн В смысле В интернете Проходить Онлайн Три мощных дня Три мощных дня Значит Что будет на тренинге Ссылочка Существует Тренинг Стартует С 18 12 декабря 8.00 По городу Москва Вот Как я сказал Смешная стоимость 3.500 Потому что Через Какое-то время Стоимость 12.000 Поэтому На самом деле Мощные знания Мне в Москве Предлагают его провести То есть там вообще Хотят зарядить Под 100.000 Поэтому Приходите лучше сюда Вот Значит будем Разбирать Очень много Интересных моментов Мгновенные техники Входить В баланс Слени Божественного Человеческой любви Это уже будут Ведические практики Древние Медитации Вхождения В сердце богов Это уже Моя авторская медитация Единение С потоками Могущественной Вселенной Древние Магические практики Закрытых Магических школ Разработанные Мною Доработанные Вот Трансформация Всего не нужно Уже Удоровление Процветание То есть я буду давать Девочке Для вас Мои любимые Женщины Техники Омоложения Вот Можно С кремов Будет пользоваться Вот этими техниками И омолаживаться Потому что вам Это будет интересно Вот Естественно Буду давать И финансовые вещи По усилению Финансового Денежного потока Огромное внимание Уделим Вот Усиление Через мать-землю Вот Ну Много 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 Всего Я не умею Рекламировать Тем более Себя Вот Так что Приходите Записывайтесь Тренинг Будет Классный Мощный Если вы хотите Перед Новым Годом Воспользоваться Энергией Бедоламы Проходите Будем Страница Но булочки Все равно Придется убрать Потому что вы Прекрасно понимаете Халявы Не бывает Итак Значит По всем вопросам Оплаты И так далее Вы можете Поинтересоваться У Галины Галина вас Про Консультирует И так далее Значит Там будет Много Много Всего Интересного И так же Много Практик Медитации Погружений Отличная Возможность Снять Стресс Перед Новым Годом Потому что Там мы будем Снимать Через Матземлю Через Порталы Земляные Будем убирать Негатив И то напряжение Которое Постоянно Присутствует У нас С вами Просто Будем Кайфовать Как всегда Много Мощных Интересных Серьезных И хороших Практик Что еще Какая новость Есть хорошая Я уже говорил 12 декабря Будет Маленький Короткий Живой Тренинг В городе Москва Однодневный Трехчасовой Для жителей Города Москва Я вас приглашаю В клуб Белые облака Можете мне Написать Лично Я дам Информацию Ссылочку Где это Будет Проходить По поводу Так Появилась Возможность Принимать Трансляции По мобильным Устройствам Насколько Я знаю Что В эту Комнату Можно будет Входить Из планшетов Из телефонов Если у вас Установлены Определенные Мобильные Программы И приложения Но у нас Есть Технические Советники Еще раз Повторю Что Я не Технарь К сожалению Наша Галина Любимая Подскажет Всем Как Найти Выход Всегда Выход Из ситуации Можно Найти Вот В общем Я думаю Что Тренинг Однозначно Надо Брать Сейчас Потому Что В записи Будет Гораздо Дороже Это В чем Смысл Подарка Что Этот Тренинг 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 Дается В Нужное Вместе В Нужное Время Во-первых Новогодняя Энергия Во-вторых У всех Правильное Настроение А в-третьих Это Уникальная Возможность Уникальная Возможность Непосредственно Непосредственно Использовать Энергии И это Парфер Вот А вот Маргарита Подсказывает Что с планшетов Можно Загрузить Парфинг На Google Play Проблем Никаких Нету Значит Чтобы попасть Ко мне На живой Тренинг В Москве На живой Шаманский Тренинг Напишите Ко мне Лично Я вам Дам ссылку Вот Галина Даст Мои Контакты Потому Что Здесь Неприлично Я не буду Нарушать Правила Вот Давать Какие-то Свои Собственные Ссылки Хорошо Договорились Этот тренинг В Москве Будет Вообще По смешной Стоимости 1700 рублей То есть Все кто Хочет Может Идти Мне уже Сказали Что Почти Полностью Зал Забит Может Даже Места Не хватит Поэтому Тоже Кто хочет Пишите Мне В личные Сообщения Вот Что Хочу Еще Сказать Какие Ждут Сюрпризы На Тренинге Вовшебство Исполнение Желаний Я буду Давать Техники Которые Работают И проверены И проверены Мною Лично Это Очень Хорошая Новость Итак Друзья Увидимся На тренинге Конечно Еще будет Несколько Вебинаров Сейчас Я Вебинара Буду Проводить Реже Потому Что У меня Очень Плотный График По России Много Консультаций Особенно Предверенного Года Все Хотят Изменить Свою Судьбу Изменить Свою Жизнь Стать Лучше Я Всех Вас С Огромным Удовольствием Еще Раз Приглашаю На тренинг Вовшебство Исполнение Желаний Проходите Посылки Регист Пишите Дорогой Галине А я С вами Прощаюсь Всем Желаю Долгих Лет Жизни Здоровья Обязательно Радости И Конечно Настраивайтесь На Вовшебство Вовшебство Приходит К нам В дом Вовшебство Приходит В гости Важно Открыть Дверь И его Запустить Увидимся Сейчас Я думаю Что Галина Даст Еще полезную Формацию Можете Немножко Остаться Слава Роду Слава Предкам Всех Благодарю От чистого Сердца Всех Люблю Всем Большое Сердце Пламенное От меня До новых Встреч Друзья Олег За выступление Чудное Прекрасное Мощное Зарядил Нас Энергией Позитивом Радостью И главное Верой Себя Что мы На самом Деле Все Сами Можем Только Нужно Узнать Информацию Смотрю На скайп Пишут Просто Великолепно И Медитация Тоже Была Обалденная Да Спасибо вам Друзья За теплые Слова Ну Вот Я сказала Что Олег Решил Сделать Нам Всем Новогодний Подарок Чтобы К Новому Году Стали Уже Волшебниками Собственной Жизни Собственной Реальности Так По оплате Еще раз Может кто-то уже Не слышал Начало Как я говорила Это цена 3500 Она Только На моем На моей Площадке Если вы Потом Да В среду Можно Людмила Попадете На Выступление Олега У других Продюсеров Там будет Уже Другая Цена Вот И Это Оплата До 20 Ноября Сегодня у нас 16 До 20 С 20 Ноября Цена Будет 4000 До 20 Числа Так Татьяна Пишет Про 12 12 Напишите Мне Тогда В личку Если Олег Говорил Про То Что 12 12 Будет Проводить Значит Неста Еще Есть Выключите Пылесос У меня Пылесос Не Работает Будет У меня Да Может Это Странно А у Си Будет А кто Хочет Попасть 12 12 Пишите Мне В личку Леночка Смеш Пожалуйста Мой Скайп Еще Раз Так Может Это У вас Там Что Будет У меня Может Будет Вентилятор В компьютере Но Тут От Меня Ничего Не Зависит Да В Скайп Киви Не Поддерживает Лена Тут Что Киви Не Поддерживает То Александр Вы Пытаетесь Протить Через Киви Это Я Знаю Кто Какой Александр Вы Оклачили Через Киви Посмотрели Что Там У Тебя Там Александр Вы Хотите Оплатить Через Киви И Там Вам Говорят Что Киви Не Поддерживает Вот Она Пишет Платите Тогда Напрямую Не Через Заказ На странице Напрямую Платите Ей На Телефон Только Единственное Конечно Сразу Сразу Сообщайте Ой Лена А ты можешь Ладно Сейчас Найду Значит Пойгу По Организации Цену Я сказала Цена Дальше Будет Повышаться Каждую Неделю На 500 Руб 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 И А за Неделю До Тренинга Ну Будет Уже Стоит Полную Стоимость Почему мы так делаем Потому что Когда человек Получает Какую-то информацию Верная информация Делать ему это Или не делать Приходит Первые 9 секунд Потом Начинается Сомнение И метание Поэтому Для того Чтобы Вас Не мучили Сомнения И метания Слушайте Сомнение 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 Если она Вам пришла Что Вы хотите Идти на этот Тренинг Кто Делайте Заказ Сейчас И оплачивайте Так Ксения Пишет Ксения Пишите В личку Вы Делайте Заказ Сейчас В Москве Олег Сказал Что Будет Тренинг Один День Александр Да И у Меня Я Я Уже Не Знаю Про Что Вы Говорите Потому Что Чат Быстро Бежит До Какого Часа Можно Платить До 20 Ноября Сейчас Сброшу От Наталья Кузьми Я Я Не Не Поняла Если На Если Карту Оплата Лена То 3 535 Рыб Я думала Вы Рыб И Собрались Оплачивать Ну Можете В скайпе мы создали группу, создаваем рабочий тренинг, куда включаем всех людей, которые сделали оплату. В этом чате люди общаются между собой, начинают задавать Олегу вопросы, Олег отвечает, если это еще в рамках подготовки к тренингу. А затем мы туда также сбрасываем ссылку на вход в комнату с паролем, записи туда сбрасываем тоже. То есть получается создается вот такое своеобразное сообщество, которое проходит этот тренинг. Вот и все в одном месте. Еще Елена обычно создает потом группу ВКонтакте во время тренинга, закрытую группу. Поэтому сейчас я сброшу форму, которую нужно заполнить тем, кто оплатил. Подождите минутку, мне нужно ее найти. Я не подготовила, не подумала. Ага, сейчас я ее проверю. Вот, Елена ее сбросила. Я не ошиблась. Все. Вот, кто сейчас уже сделал оплату. Вы заполняете эту форму, а у меня есть другая гугл, в которой появляется ваша информация. И я уже могу видеть, куда вы оплатили, на какие реквизиты могу проверить. И затем внести вас в чат этой группы. Вот, пожалуйста, форму. А, Елена сбросила, да? Ага, спасибо. После окончания тренинга сегодня, ой, вебинара сегодня я сделаю сразу чат группы. И сразу же вас туда сегодня включу. Я думаю, что опять люди будут знакомы друг с другом и будет идти общение. Да, Нелли. А, Нелли, вы же, вы, та, которая с Италии, я уже написала, что тут, по-моему, 49, да, евро. Ну, пишите в личку. Так, значит, да, я на скайпе затем прочитаю все сообщения и всем отвечу, когда закончу выступать. 49 евро. Можете высылать на те же реквизиты, вы на манигрэм обычно высылаете. Рыба, моя плачет. Ссылки на почту. Лена, что написала плюс 1%? Это куда? На Киви? Значит, друзья, те, кто уже проходил тренинги Олега, конечно, мы будем идти вам навстречу. То есть, вот если раньше был тренинг и давала сразу скидка для тех, кто оплатил, мы этот раз решили немного поменять формат, в том плане, что сделать недорогую цену. Недорогая, конечно, я понимаю, что это относительно все, но те, кто проходит тренинги Олега, я думаю, что уже для вас это недорогая цена. Потому что я думаю, что у вас уже начинают в жизни проявляться подарки от Вселенной. Что у вас уже налаживается. Вот мы только закончили проходить. Ну, еще, конечно, требуется время для того, чтобы окончательно проработать все тренинг «Биоэнергетика за пределами реальности». Там как раз шла работа с денежным каналом, с денежной чакрой, в том числе. Кто не прошел, а хотел бы получить, пожалуйста, мы сбросим это в чатах и на почту на e-mail. Значит, запись сегодняшнего тренинга, вебинара, видите, я уже на тренинг настроилась, вы получите завтра в районе 11 часов по Москве на свою почту. Если не получите, смотрите в спаме. Так как многие почтовые сервисы блокируют письма с записью, мы открыли несколько групп, которые называются «Успех и процветание». Одна группа в Скайпе, другая в ВКонтакте, третья в Фейсбуке. Но в Фейсбуке тоже мне надо научиться, почему-то не получается мне вставлять запись. Поэтому группа в Скайпе, группа в ВКонтакте еще. Там вы всегда можете получить ссылки на вход, все это к утру будет. Даже, в принципе, может через пару часов Лена выставит все эти ссылки. Да, или на канал на YouTube. Так, развитие биоэнергетики в записи – это первый тренинг по биоэнергетике. А биоэнергетика за пределами реальности, просто я там цену забыла поменять. Да, значит, тренинг развития биоэнергетика за пределами реальности в записи теперь будет стоить 3 700. Да, я ушла в сторону опять. Вот, поэтому мы сейчас делали для всех цену недорогую 3 500. Но для тех, кто уже проходил тренинг Голега, то если вас хочется сейчас оплатить, то мы, конечно, будем это у нас. Все остальные, кто хочет платить цене, успеть, должны платить до 20 ноября. Так, если я какие-то вопросы пропустила, пожалуйста, напишите еще раз, потому что я, когда говорю, не могу одновременно читать. Так, кому как платить по Вестер Юнион? Тина, если вам удобно платить в долларах или евро, то можете на мою имя посылать. Если вам удобно платить в рублях, то на имя Елены. Да, я же не сказала по тренингу. Давайте я сейчас скажу. Значит, когда вы делаете заказ на тренинг, там вас переводят на страницу заказа, и вы можете увидеть, какие у нас есть реквизиты для оплаты. Это Яндекс, Сбербанк на счет, Сбербанк на карточку, Вебмани, Киви и PayPal. Так, что я себе перечислила. Если вас эти реквизиты не устраивают, вам нет возможности заплатить по этим реквизитам, то тогда можно написать в личку мне или Елене. И мы вам предоставим данные Приватбанка, кто с Украины, или система электронных платежей существует. Это Вестер Юнион, Монни Грэм, Контакт, Юнистрим, Золотая Корона. Если вас это не устраивает, то тогда пишите, будем через кого-то решать. Мы с коллегами всегда друг другу помогаем в этом плане. Ну, вообще во всех. Так, сейчас смотрю. Принимаю всех, кто мне запросы отправил. Ну, по тренингу, если вопросов нет, сейчас я посмотрю, есть ли вопросы. Хочу еще по тренингу рассказать. Хорошо, пишите тогда на меня. Город Елена, Нижний Новгород. А на меня пишите. Сейчас я сброшу данные сразу сюда тогда. Город Елена, Нижний Новгород. Через Вестер Юнион удобно на доллары или на евро. Вот можете сюда посылать. На эти данные. Так, хочу еще рассказать про тренинг. Тренинг действительно потрясающий. Когда мне Олег прислал информацию, я, конечно, просто потрясена. Радостно потрясена. Тренинг называется еще раз «Волшебство. Исполнение желаний». Это феерический и праздничный тренинг. Олег Даргор поделится своими секретами для тех, кто готов жить в настоящем счастливо и успешно. И он считает, что мы, и я тоже присоединяюсь, что мы сами творцы своей жизни, судьбы, успеха. Единый принцип. Быть в потоке успеха достижим каждым. Услышьте, пожалуйста, каждый может быть в потоке успеха. Только нужно для этого предложить усилия. Вначале узнать информацию, а затем проделать определенную работу. Ну, я должна сказать, что так как Олег очень мощнейший энергет, то, конечно, на тренинге именно с нами работает. То есть мы, конечно, тоже прикладываем усилия. Но какие усилия прикладывают, работая с нами, это, конечно, те, кто был на тренингах, почувствовали. Потому что он с нами обычно проводит такие техники, которые сразу позволяют получить трансформацию. Вот что будет на тренинге. Техники мгновенного вхождения в баланс. Это нужно не только для творения, а вообще в жизни, я думаю, каждому. Слияние божественной человеческой любви. Медитация о вхождении в сердце богов. Единение с потоком вещественной вселенной. Трансформация всего ненужного и ветхого. Техники материализации для омоложения, оздоровления, процветания. Усиление через мать-землю. Ответы на вопрос, почему у некоторых людей слабая материальная энергия. Жизнь в забире. Это естественно. Что получите на тренинге? После прохождения, в результате прохождения тренинга. Обретение себя через осознавание божественного. Единение с богами и божественным космосом. Техники вошедства и материализации исполнения желания. Знания для улучшения и омоложения. Магические схемы усиления денежного канала. Техники для общего улучшения материального изобилия. Сможете стать настоящим волшебниками жизни. Получите усиление каналов матери-земли. Я думаю, что это будет уже личная такая техника, которую с нами будет проводить Олег. Секреты волшебы от Олега Даргора. Сроки проведения 16, 18 и 22 декабря. Начало в 20 часов по Москве. И уже в первый день мы получим техники мгновенного вхождения в баланс. Будет проведен обряд слияния божественной человеческой любви. И медитация о вхождении в сердце богов. На второй день мы получим единение с потоками могущественной Вселенной. Трансформация всего ненужного ветхого в нужное и мощное. Это я уже от себя добавляю, смеюсь. Техники материализации для омоложения, оздоровления и процветания. И третий день будет усиление через мать-землю. Знания для улучшения здоровья и омоложения. Магические схемы усиления денежного канала. И техники для общего улучшения материального изобилия. И еще будет много всего полезного и безценного. Конечно, по мере того, как проходит тренинг, занятие, Олег нам дает очень много такой информации, которую мы нигде не можем ни прочитать, ни услышать. Потому что он учится напрямую из источника Вселенского источника знаний. У него открыт этот источник, этот канал. И он с радостью делится им со своими слушателями. Тина, это вы нечаянно кликнули? Пользователь Тина ждает вас в комнате. Нечаянно, наверное, кликнули? А, ну да, я вижу, мы с вами на одном континенте. Или вы действительно чего-то хотите еще лично узнать? Так, какие еще вопросы есть? Продолжение следует... Это я просто читаю, что мне пишет. Так вот, у кого какие-то вопросы есть по заполнению таблицы? Потому что уже смотрю, что многие оплатили, пишут, а таблицу пока только два человека заполнили. Благодарю вас. Да, и вот смотрите, тут таблица пишет номер заказа. Вот Наталья написала, в номере заказа написала номер моего кошелька. А нужно написать номер заказа. Вот сейчас сделали заказ, и вам на почту пришло письмо, что вы сделали заказ. И там обычно пишут номер. Продолжение следует... Так, конец у Людмила ждет меня в комнате. Она же в таком-то срабатывает. Про тренинг рассказала. Про оплату рассказала. И про то, как сообщать. Тут еще раз повторяю, оплатили. Пожалуйста, вот эту форму заполняйте. А, Елена, значит, еще раз тогда повторяю, что в этот раз мы немного изменили формат. Мы сразу дали для всех недорогую цену. Которая действует вот три дня. Вам, пенсионерам, мы можем просто дать больше срок на оплату. Те, которые участвовали уже в предыдущих тренингах. Продолжение следует... Да, вот Елена пишет про срок. Пишите лично в скайп. Да, форму заполнять просто после оплаты. Неважно, когда вы сделали оплату. Заполняйте после того, как оплатили. И тогда нам будет все видно. А то иногда приходится переписываться по 4-5 письма. Куда заплатили. На какой счет. На какую систему. То, что иногда пишут. Я оплатила ваш тренинг. Включите меня. Куда оплатили. У нас же много реквизитов. Нам нужно подтверждение оплаты обязательно иметь. Это бухгалтерия. Это деньги. А когда вы заполняете форму, то там все уже четко видно. Бывает тоже, конечно, иногда не все видно. Но, по крайней мере, вопрос обычно остается только один. И, как уже Олег сказал, что каждый тренинг будет все интереснее, сложнее. То есть идет на повышение наших возможностей. На раскрытие нашего потенциала. Все больше и больше. Все больше. Все больше. Так, ну что ж, если вопросов нет, все понятно. Благодарю вас, что вы были с нами. Присоединяйтесь в нашу дружную команду. Вот сейчас, допустим, уже тренинг социального народа был 3 сентября и закончился там, не помню, числа, по-моему, 11 сентября. Уже у нас, значит, прошел сентябрь, октябрь, уже ноябрь, то есть прошло 2 месяца. Тем не менее, там продолжают эти общения люди по-прежнему общаются, делятся, уже там что-то другое бывает добавляют. Я постоянно просматриваю, когда чат, и сама для себя очень много берет туда полезного материала. Вот, да, те, кто покупает тренинги в записи, я вас также буду включать в чат в скайпе, где вы можете прочитать прежнюю информацию, в контакт, где тоже выкладывается много интересной информации. И вы можете точно так же задать потом вопросы. Чем еще удобно быть в такой группе в скайп-чате, что вы можете задавать там вопрос Олегу, и он, когда у него есть свободное время, отвечает. Что тоже немаловажно. Да, и тренинги обычно, когда Олег проводит, там меньше 3 часов не бывает тренинг. Он дает обычно очень много информации. Даже, мне кажется, он дает больше информации, чем планировал. Так, хорошо. Еще раз благодарю, что вы были с нами. Я рада, что мы будем дальше двигаться по пути к себе, по пути к собственному процветанию, реализации, к успеху. Желаю вам всем на сегодня спокойной ночи, у кого ночь, хорошего окончания дня, у кого еще день. И до встречи в эфире. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...